Хотела с вами поговорить, потому что вы один из немногих специалистов, действительно глубоких, про проблемы энергетической сферы сегодня, да, и проблемы, в частности, вот начнем прямо с «Нафтогаза», потому что все мои попытки пригласить кого-то из них на «Харт» заканчиваются, так сказать, фиаско, не хотят приходить ни господин «Кобаль». Последним был «Ветренко», но он после этого его ушли из «Нафтогаза», со скандалом, насколько я понимаю. Да, вот, смотрите, цитата от вас. Эстафетная палочка видена в «Тогаза», передана от Попаредники в Новом Облыче, и которая, как никогда, крали, вы говорите. На заседании ТСК они стыдливо отводили глаза и несли такую ахинею, что стыдно детям рассказывать. Что там было у вас на ТСК и в чем проблема? Я быстро рассказываю. Да, что это за цифры? 64, по-моему, миллиарда. В чем там проблема? По моим подсчетам 72 миллиарда. Я быстро рассказываю. Как вы знаете, неделю назад, кстати, по инициативе той же самой Батьевщины Тимошенко, была создана ТСК. Слуги народа пошли на нее. Они не могли не создать эту темчасовую следующее комиссию, потому что заявление господина Уманского о недоборе бюджета за счет коррупционных схем, оно было крайне резонансно. Нужно было отреагировать. Это ТСК было названо очень интересно по наполнению бюджета вследствие коррупционных действий чиновников, по средствам массовой информации. Я именно под формат этого ТСК подготовил свои документы на первое заседание, на второе, по-моему, этой ТСК, где я подготовил информационную доведку, соответствующую посыланию на средства массовой информации зеркала недели. В эту доведку я за нее отвечаю головой. Более того, я сразу говорю, что если я здесь ошибаюсь, если я здесь веду напрасно, но я готов сложить мандат. Это звучит. Здесь абсолютно конкретно приводятся факты, как за 4 года, 16 по 19, 72 миллиарда гривен недопоступили в бюджет из-за махинаций в на нефтегазе. Мне там абсолютно понятны две схемы. Я не хочу... Еще раз, мы вот прям ее крупно напишем. 62 миллиарда за 4 месяца, ой, года, извините, 16, 17, 18, 19 недопоступили в бюджет. Это же огромная сумма, и мы понимаем, да, что непроплата... Она настолько огромная, что я напомню нашим зрителям, что мы сейчас ждем такого транша от Международного валютного фонда. А у нас эти деньги есть внутри страны, их просто воругают фактически. Абсолютно верно. В чем схема? Причем схема придумана, там два параметра. Первый, за счет нюансов финансовой отчетности были убытки, искусственно, штучно создавались на дочерней компании «Укртрансгаз». В результате суперприбыльная компания «Укргазовое добывание» не платила налог в бюджет, а в рамках холдинга они взаимозачет проводили и занижали сумму к налогообложению. Вторая схема, это была одна схема, связанная с небалансами так называемыми газоубытками, а другая с убыточным тарифом. Еще раз, я готов на заседании любой ТСК с любыми аудиторами, с любыми финансистами свои аргументы привести. И у меня было искреннее удивление в одном. Почему эти молодые и не очень молодые люди, которые мы с вами делегировали в Верховную Раду для выполнения своих обязанностей, почему они не разрешили мне и не допустили даже внести этот вопрос в порядок Денны. Кстати, они еле-еле дали выступить главе рахунковой палаты под СКОНУ, который рассказывал, как не допускается в НАК «Нефтегаз» его организация. Она, кстати, под отчет на Верховной Раде. И вот, вы знаете, выступал взрослый мужик, я его уважаю, он специалист. И вот эти дети сидели и не понимали, что на самом деле мы, Верховная Рада, для своего контроля, в соответствии с Конституцией, и создаем рахунковую палату, и ее оплачивает налогоплательщик. Вот они, им так нравится эта детская непосредственность под дурачков, извините, пожалуйста. Они такие хихикали, они мне рассказывали сказки какие-то. И выступал аудиторская служба, которую не допустили. Кстати, почему я пошел в этот процесс? Потому что 2 апреля на сайте аудиторской службы Кабмина появилась информация о проекте постановок Кабмина, о проверке именно аудите НАК «Нефтегаза». И появилась информация о том, что они ищут сумму 30 миллиардов. Это сумма за последний год, за 19-й. Я берусь утверждать, что за 4 года 72. А теперь... Алексей Юрьевич, а объясните такой нюанс. И мне, и зрителям. Можете нюанс объяснить, и мне, и зрителям. Я не впервые слышу, что НАК «Нафтегаз» не пускает контролирующие, проверяющие правоохранительные органы к себе, когда они считают нужным провести аудит или что-то изъять, или посмотреть и так далее. А на каком основании? Они находятся не на территории Украины, они не подчиняются украинским законам, они не являются государственной компанией. В чем дело? И что значит «не допускать»? Дело в том... Еще органы могут сами войти. Смотрите, тут долгая история. Дело в том, что так называемые грантаеды, представители одного очень известного финансиста далекого из далекой страны, который в прошлом парламенте их было очень много, да и в этом очень много, они сломали наше законодательство. Они разрешили нашим компаниям стать приватными акционерными товариствами, но со 100% капиталом. И в результате они начали, извините, просто посылать правительство, они начали говорить, что мы живем по своим законам, по закону про господарские товариства. И я вам напоминаю, может вы забыли, что Коболев два года судился с Кабмином, он хотел 150 миллиардов якобы, или 130 миллиардов с Кабмина, из бюджета, денег, якобы за то, что ему занижали цену на ГАД. Но он же ведет себя вообще неадекватно. Я сейчас вас собью с кресла. Последняя справка. Я посмотрел за 2019 год уже начисленные доходы. Так вот я вам сразу говорю. Расчетная среднемесячная суммарная выплата для топ-менеджера за 2019 год 9 миллионов гривен. Месяц. Еще раз подчеркиваю. Месяц для топ-менеджеров. Общая выплата для топ-менеджеров 85 миллионов гривен. Средняя зарплата по топ-менеджерам 1 миллион 800 тысяч гривен в месяц. Понимаете? Для топ-менеджеров. Вот как живут эти взорвавшиеся циничные аферисты. На самом деле. Поэтому еще раз говорю. Если взрослый человек, а меня пришли поддержать, и Тимошенко, Кролько, я благодарен Бутенко из фракции за майбутни. Я Калтуновичу и благодарен с фракцией ОПЗЖ. Они говорили. Ребята, а как вы? Ну вот вам факты, да? Мы как депутаты должны проголосовать, создать ТСК. Собственно говоря, дать ей поработать, а потом же все станет ясно. И вот вы знаете, я конкретно называю фамилии. Слуга народа. Пуртова, Диденко, Бабак, Кинбурска, Ковальчук, Устенко. Южанина Нина Петровна меня очень удивила из европейской солидарности, которая начала обосновывать, почему не надо проверять нефтегаз. Аргумент был, что нефтегаз проверялся при них. Так вот, при Порошенко и ЕС. Так вот, именно это дало мне представы, да? Обвинить, ну, и констатировать, что сегодня эстафетная палочка в лице Коболева и нефтегаза с его теневыми схемами передана от попередников, от ЕС Порошенко и тех, кто им управлял, передана нынешней команде. И именно поэтому на кнефтегаз сегодня священная корова, туда нельзя подойти на пушечный выстрел. И вот как вы думаете, эти мальчики и девочки из Сухи Народа, они по своей команде проигнорировали мое обращение, а гарантирую вам, за день до этого еще на комиссию должны были прийти и Коболев должны были. И потом они в раз не пришли, а мальчики и девочки сказали, неинтересно. Продолжение следует...